здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на очередном выпуске рубрики взгляд под капот сегодня будем рассматривать машину динка блисток анжо многим хорошо известная машина обладающийся большим количеством тюнинга и запоминающийся внешностью ходовых качествах сегодня говорить не будем не будем от махом будем только хорошим и так что машина из себя представляет это компакт кар 2 2 2 местный который можно приобрести по цене 580 тысяч долларов gta либо по опто цене 435 тысяч долларов gta в сессии машина не спавнится ее можно будет только купить тесты и не проводил если попросите эту возможность сделаю но честно говоря я бы этого не хотел по потому что по издаем и качество машин не совершенно не нравится ну да ладно сегодня мы здесь не за тем а для того чтобы выяснить или какая машина послужима базе для создания блист и канджу и так давайте начнем с традиционного определения привода поехали как вы видите привод осуществляется только на передние колеса задние колеса не вращаются в этом случае раз машина переднеприводная двигатель под капотом должен располагаться поперечно итак друзья давайте посмотрим какие шильдики присутствуют на машине машину уже у меня во внешнем тюнинге поэтому на решетке радиатора как вы видите нету наименование производителя динка смотрим что на борта на борта к сожалению никаких шильдиков нету а на багажнике так на багажнике справа есть один шильдик но это всего лишь название модели блиста даже не как же ладно смотрим дальше но с другой стороны соответственно тоже не будет никаких шильдиков что у нас по тормозам ну тормоза по старинке и на задних и на передних колесах дисковые красные суппорты колес дисковых тормозов видны хорошо как и говорил в старые времена воробей локс один из постоянных зрителей подписчиков канала не сказать чтобы очень много информации было но что поделать будем работать с тем долго информацию о машине которая послужила основы для создания блисток анжи искать не пришлось это honda civic type r в корпусе и кей 9 1997 года выпуска машина довольно интересная и что касается внешней части и внутреннего наполнения и является одной из легендарных и желанных машину тех кто занимается уличными гонками в том числе дрифтингом машин очень красивая и по еще было мнение что передняя часть блисток анжи была оформлена в стиле honda интегра с джей 1996 года выпуска но честно говоря глядя на эту машину я должен выразить некоторых скепсис потому что мне кажется блисток анжи и так один в один похожи на honda civic 97 года и ей не нужно никакое дополнительное оформление в стиле honda интегра но может быть вы со мной не согласитесь по крайней мере это касается модели до его лифтинга его немножко переделали именно похожи на машину 97 года и так что же стоял под капотом о замечательных honda civic type r а стоял там рядный четырехцилиндровый двигатель под обозначением honda b16b это двигатель объемом 1,6 литров и мощностью 182 лошадиные силы что вы представили себе насколько постарались японцы в наши отечественные классики вас 2106 вас 2105 вас 2107 двигатель 1,5 литра и мощность хорошо если до 70 80 лошадиных сил достигает вот так вот японцы постарались и выжили из двигателя все что только можно кроме того прочитал интересную информацию что это безнадувный двигатель если посмотреть на картинку которая сопровождает этот комментарий на английском языке то это явно двигатель не оснащенный не турбины первые непосредственно впрыском топлива то есть он карбюраторный если кто-то сталкивался с honda civic type r в жизни то поправьте меня пожалуйста потому что в живой я эту машину не видел и тем не менее 182 лошадиные силы в штатном исполнении без наддува ребята это очень круто причем отрядной четверки даже не v-образный двигатель что сказать японцы и машины делать всегда умели а теперь после моих радостных криков по поводу того как японцы умеют делать машины думаю стоит перейти к ознакомлению что же стоит динке канджо под капотом думаю вы со мной согласитесь поэтому давайте приступим смотрим как реализовано подкапотное пространство красиво конечно единственное я не учел что при нанесении раскраски в стиле аниме двигатель тоже покрасился довольно неожиданно но забавно вроде лючка никакого нет а именно защитный кожух двигателя покрыт наклейка но не суть давайте смотреть в остальном кроме того что в стиле аниме покрашена защитный кожух двигателя все реализовано очень красиво вы помните фотографию двигателя из теоретической части видео и соответствует полнейший пожалуйста ты распорка есть такая же вот воздушный фильтр точно такой же только здесь он светлая на в оригинале он черный так смотрим что по двигателю двигатель расположен поперечно как и было в тестах на определение привода все соответствует это хорошо теперь смотрим вот здесь есть трубки выхлопной системы их четыре штуки соответственно цилиндра 4 то же самое что и в теоретической части четырехцилиндровый рядный двигатель все соответствует действительности здесь даже система подачи топлива есть вот впускной коллектор это воздушный намек на то что все таки это скорее всего инжекторный двигатель хотя вроде как о прообраза этой машины двигатель ты должен стоять атмосферный с карбюратором но это не точно возможно и неправильно перевел с английского и в целом обратите внимание насколько все красиво сделано здесь ничто не висит не торчит все очень красиво на разнообразные трубочки так вот это возможно даже подождите-ка возможно даже турбина здесь плохо видно но с воздушного фильтра на какое-то устройство идет синий шланг большого диаметра из этого же устройства он выходит уже на впускной коллектор на серенький я предполагаю что это все таки турбина приятная неожиданность хотя с другой стороны это только у стоковой сивика не было турбины когда гонщики для себя машину переделывать турбина не ставит ну что могу сказать я посмотрю пока подкапотное пространство во первых она практически под копирку сделано с оригинальной машиной а во вторых это уже тюнингованная версия с турбиной и все очень красиво rockstar мое уважение машина получилась на редкость классная единственный момент могли бы вы сделать так чтобы она ездила нормально не как она едет сейчас во всем остальном твердая пятерка я доволен и и и и и и и и Продолжение следует... Под капотному пространству. Мне машина не понравилась поездовым качествам. И надеюсь, что Rockstar со временем у нее все-таки доведут до ума, как довели BF Club. Что ж, это был Знудный Дверник. Рубрика «Взгляд под капот». Оставайтесь на канале. Подписывайтесь на него, если еще этого не сделали. Подписывайтесь на Discord, где вы можете посмотреть последние новости канала. Анонсы какие-то. Пообщаться с людьми. И найти себе напарников для игры на разных платформах. На этом у меня все. Спасибо за внимание. И хороших вам выходных. Всем пока, народ. Увидимся в новых видео и на стримах.